Привет, чувак! На моем канале Александр Иванов, зовут меня, соответственно, так же. Я решил снять свой влог, давно об этом думал, вот и сейчас выдалась такая возможность, и я это снимаю. Влог будет про меня. И про мой Sky, который стоит здесь, это Skyline в 33-м кузове, самый такой неинтересный кузов, вот, но я постараюсь сделать его достаточно интересным, он сейчас, в принципе, уже интересный, вот, но в дальнейшем, я думаю, он будет еще интересней, так что, если тебе интересно, то, пожалуйста, смотри. Владеев Skyline я уже достаточно давно, я купил его где-то в 2015 году, летом, и вот по сегодняшний день он у меня здесь, он уже второй раз стоит в гараже. Первый раз у меня была поломка по мотору, кстати, там стоит родной мотор, ешный, и он все еще живой, работает. И вот настало время встать ему второй раз для дальнейших моих доработок. Продолжение следует... У меня уже на него сделана подвеска, сделаны стойки, сделан выворот, уже стоят 18-е колеса, стоит, соответственно, ковш, руль, ну и пока все. Этим летом я купил у него мотор по цене жиги, это мотор VQ30D, решил я именно взять его, потому что я посчитал, что это в моем случае будет самый бюджетный вариант, ну, по сравнению, допустим, там, с РБ, там, 20-м или там, 25-м. По бюджету вышло бы мне это дороже все, и вот эти вот все установки, доработки, докупки, вот всего того, что мне было бы необходимо, вышло бы просто на копеечку, очень такую серьезную. А Vшка вышла мне в 30, в 32 тысячи, по-моему, и плюсом я к нему там все докупил, сцепление, всякие плюшки-приколюшки, и, в общем, по бюджету меня это устроило. Примерил коробку, это обычная РБшная коробка, РП71С, она атмосферная, она обычная, ну, кто что про нее говорит, кто говорит, что, типа, да, она рыгнет там сразу же, там, да, как я выйду, кто говорит, что, типа, нифига, нет, эта РБшная коробка, она нормальная, надежная, будет работать, вот. Если что, у меня есть вторая коробка, но РБ71, это как бы от турбомотора, то есть, если у меня рыгнет моя коробка, ну, пофиг, у меня есть еще одна запасная. Что мне стоит просто переварить уши и поставить ее? Сейчас вот я все подгоню, сделаю, и у меня будет, ну, такая комплектация, скажем. Сейчас нужно будет отмыть коробку от масла, от масла, от грязи, пыли, то, что вот здесь вот накопилось, все это я буду отмывать бензином, кисточкой, щеткой, и буду зачищать это все болгаркой, щеткой, чтобы она вся блестела, чтобы на ней не было грязи, внутри, где колокол, тоже все буду отмывать, очищать точно так же, чтобы мне потом спокойно можно было переварить крепление коробки, вот эти вот места, где болтами крепится она. В моем случае я буду просто это отрезать и устанавливать под мотор, то есть, где находится крепление на моторе, и все, и просто тупо болтами прикручу, и все, перенесу, короче, эту хренотень под стартер, также ее там надо будет чуть сместить, кусочек вырезать, переварить, и все, и можно будет ездить спокойно. В моем случае это самый простой бюджетный вариант, то есть, мне не надо будет там отрезать там колокол полностью, его там весь переварить, выставлять, высчитывать. Накинул коробку на мотор, посмотрел, где она должна прикручиваться, переместил эти крепления, переварил, и все. Самое главное, еще и недорого, потому что у меня есть сварочник, он варит аргоном, но сварка будет такая, скажем, простяцкая, то есть, это будет обычный полуавтомат, в него заряжена катушка с проволокой с алюминиевой, и аргон-газ, и все, оно относительно неплохо варится, конечно, не суперидеально и там профессионально, но оно варит, проваривает, и оно будет держаться. После того, как я все зачищу, можно будет спокойно заниматься сваркой и установкой. На этом первая часть моего видео заканчивается. Если тебе было интересно, если тебе заходит видос такого плана, поставь, пожалуйста, лайк, намеши комментарии, пожелания, да, какое-то, что хорошо, плохо, что было бы интереснее, ну, как тебе вообще такие видосы. Я постараюсь снимать больше каких-то классных видосов, интересных, красивых, ну, и, соответственно, по готовности, когда я все соберу, я хочу снимать видосы именно с покатушек, как я буду кататься, ездить, тренироваться. Я думаю, тебе будет интересно, так что смотри, поддерживай меня, ну, и до встречи в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok